здравствуйте друзья мы движемся в трудовом коллективе на винодельню и по пути на винодельню мы едем по улице которая называется портола вот если мы от этой портолы развернемся и поедем кремниевую долину то мы там будем через там 10 12 максимум 15 минут я просто хотел вам показать какие изолированные ну совершенно не урбанизированные бывают места в непосредственной близости от урбанизированного и очень интенсивного такого жилища и образа жизни и тогда кстати вот как бы как мы едем вот и примерно вот в таком же антураже находится и сама вот эта винодельня но мы тут должны покупка куролесить по дороге если вы видели вот то что у меня тут перед глазами карта моя электронная вы бы увидели насколько это все витиева то и так заковыристо а вот мы сейчас как раз повернем налево вот вы посмотрите вот тут нам налево вот тут вот тут на стопе нам налево и пошли вот мы пошли налево такой под острым углом такой поворотик вот улица называется лохонда по этой лохонде в принципе можно и к океан туда пробиться но это далеко это очень далеко вообще и городок есть такой маленький поселочек точнее маленький лохонда там дальше и вот видите как мы петляем и петляем может как бы не по городской такой улице с домами так вот ну по другой немножко едем я просто хочу чтобы у вас чисто внешне такое представление и это кремниевая долина в сущность тут вот очень 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 близко я только думаю вот если вот жить вот тут да это же значит надо ночью вот так без фонарей и даже не ночью но в темноте и это в общем-то на любителя так что вы видите мы не одни на дороге тут еще люди есть дорога однополосная как она часто крутится я на карту смотрю мама родная так значит вот мы сейчас еще под очень острым углом сейчас возьмем налево да хорошо но вот на самом деле душой отдыхаешь существенно я вот мальчикам обращаюсь к мальчикам значит существенно чтобы рядом если женщина сидит чтобы она не визжала на повороте потому что я вот как ну что говорить я на жизнь не жалуюсь вот но вот не люблю когда без жертвы рядом упадем вот чего пойдем едем себе еще никто не упал я надеюсь я не знаю я не проверял но я надеюсь никто не упал так вот мостик такой ой ты е-мое такая здоровенная это ну ладно нормально прошли и вот сейчас друзья смотрите вот это 15 миль говорят больше не ехать так а мы не едем ты не захочешь быстрее ты так вот мы так интеллигентно развернулись а если бы этот если бы света была бы бы с ней сейчас запели вместе там мы в город изумрудный идем дорогой трудной идем дорогой трудной дорогой непростой мы бы чувствовали себя девочкой или дровосеком чучелом как зовут не помню и собачкой татошкой вот в таком в диком лесу хотя вы друзья знаете что девочка или она тут собственно и ходила ее же из канзаса степного забросила как раз в калифорнию то есть конкретно в сказке об этом не говорят но мы все знаем об этом поэтому там как-то вот мы пойдем по местам по местам девочки или да по местам девочки или и собаки татошки а не то что дать как юбилею там к столетней годовщины владимир ильича говорят выпустили мочалку по ленинским местам нет нет мы совершенно по другим местам было много шуток столетию потому что задолбала пропаганда там говорят там трехместная кровать ленин с нами да вот а тут пожалуйста никакой политики их петляем ведь и вата да тут уже какое-то жилье такое довольно странное вам может быть не видно но вот я так влево вправо головой кручу и там такие в общем дома фермами не хочется это назвать вот то есть и тут люди живут друзья где только люди не живут тут некоторые довольно приличные люди живут я чувствую по размерам постройки какие люди какие люди тут живут друзья им не приходится часто куда-то ездить видимо я не знаю и тут вот эта полоса желтенькая двойная сплошная идет по такому гофрированного давайте я наеду колесом услышать вот это если ночью вот едешь там день и не дай бог уснул там или левее правее вот я сразу треханет и ты проснешься вот специально такая технология так кей да судя по карте нам еще некоторое время петлять а написано что нам еще 6 миль ехать вот 6 миль петлять будем потому что это вам не степь какая чтобы дорога уходила за горизонт тут все маленькими такими шажочками я вот думаю как назвать это видео так на проезд проезд по калифорнийским холмам дорога по которой адресу этой винодельни называется скайлайн скайлайн то есть такая небесная линия значит или так так назовем видео дорога в поднебесную вот так красиво люди которые интересуются китаем могут отреагировать так оп-оп-оп-оп крутимся 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 да да проблемы отсутствие или скажем так недостатков воды в калифорнии явно эти проблемы не затронули то место где вы проезжаем тут достаточно зелено или зелено вот как так видите дом продается знак стоит а мы думаем да и пусть продается правда мы не интересуемся мы едем дальше вот мимо всех этих скал так так вот и думаешь плюнуть бы на все и уехать в эту кремниевую долину подальше от людей где мы с вами находимся жанна ты какая-нибудь была здесь скажи нет никогда а сколько лет ты здесь живешь уже за двадцать лет друзья жанна ни разу не поехала на эту винодельню нет а где-нибудь горы тебе попадались тут в окрестности вот такого плана горки попадались куда ездили вот по тридцать пятому куда-то ездили там есть так тридцать пятый это и скайлайн да это он так называют сюда мы не доезжали наверно куда-то поближе из саратовки вот куда-то так их 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 дорога здесь хорошо что вы сказали что держать не нужно я была готова бежать да да но это если бы твой муж не делать роли может и бы ему и без жена да мне тебе неудобно вот и стесняется друзья меня еще стесняются так так да вот знаки даже сан-франциско пожалуйста так так господи вот вот тридцать пятый вот он тридцать пятый он вот он скайлайн и мы как раз приехали в городочек который называется Вахонда это он так и называется и теперь друзья мы резко резко уходим налево никого там нет уходим налево вот сюда уходим налево 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 опана ушли налево и мы вот оказались на этом скайлайн бульваре он же тридцать пятый хайвей хайвей так ой-вей 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 как можно перевести на русский язык ой-вей может быть чтоб я так жил как так о боже мой да нет боже мой был бы в эзмер-эзмер а а а ой-вей а ой-вей он мне будет рассказывать то есть это можно это можно переводить очень по-разному 45 миль между прочим не так мало в таком месте я очень советую друзья когда вы будете в наших краях забирайтесь на 35 просто поедете по нему пару часиков вот не в сторону сан-франциско от сан-франциско вы будете очень мне кажется впечатлены приятно удивлены вот так принято говорить будете приятно удивлены папа на солнышко я боюсь вам там по экрану бликами ходит по объективу нашей камеры но я солнышко не могу приказать ничего не могу сделать почтовые ящики тут как голубят не тут тут конечно не так дешево но я думаю что все-таки здесь подешевле чем в самой кремниевой долине наверно все-таки она не настолько востребована здесь может хочу дачные места так уж если хотя вот живут люди у них громадные участки земли но так на склонах вот там вы друзья тут такое в окно увидели ахнули там как санаторий да в котором должны были бы отдыхать шахтеры но реально там живет одна семья у нас был у нас есть друзья которые живут в канаде в монреале и приехал их навестить папа там супруги а папа был когда-то большой начальник в ссср по строительству чего-то крупный такой член коллегии кого-то министерство вот он уже старенький и жил он в израиле момент значит он приехал их навестить ну и соответственно значит молодой тесть его возят там по монреалю а также архитектурно есть места шикарные вот там где особенно богатый народ живет вот они едут и строитель может сказать в восторге она смотрит на эти дворцы и так далее и молодой значит ничего не подозревающий взять ему говорит чтобы подбавить это перцу говорит представьте себе гайд там давид соломонович каждый дом на одну семью тот и говорит безобразие советской советской советского воспитания человек он как бы к этому отнесся не 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 так как вот казалось бы молодому казалось бы я должен был отнестись уплотнить уплотнить конечно там тут до тут нашлось бы кем уплотнить ой тут просторы ребята какие просторы справа там прям долина какая-то страшное дело я вам говорю вот-вот поезжайте по этой дороге и вы такого досмотритесь что переосмыслите всю свою жизнь потом вот так ой 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 я как водитель лучше туда смотреть вообще даже не в не буду а то можно и не доехать до винодельника вот он skyline я я жалею что камера вот у меня тут стоит они у себя не у жанны справа так такого вам показала чего назад но все равно камеры вперед смотрят значит еще напоминаю жанна как из москвы возвращаются парень всего ну и там сельские собрались стол поставили водки там туда-сюда и готова чего не будет рассказывать как москва но чтобы сказать но там с матерным но я не буду держать ага то что сказать мужики конечно город все год но вот на останкинскую башню когда я поднялся и вот влево посмотрел твою мать а направо глянул и не за тем вы думаете хоть а прямо это же просто же идите тихо 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 ты чё платишь мать ты платишь ты чего да как же не плакать сынок красота то какая да как же не плакать понимаешь вот мы может сказать по небу идем skyline в поднебесье может сказать все ниже нас тут вот все под нами как бы туда не скатиться не дай бог здесь можно сказать что сердце останавливается софи это если сердце слабое то может остановиться друзья так и открыт да если так ехать но выйдет параллельно океану в данном случае мы едем параллельно вдоль гор в данном случае живописности в дороге мы не наблюдаем правда поэтому я думаю что основным содержанием нашего видео в данный момент является интеллигентный разговор который мы поддержим софия в одессе гор нету катакомб вот друзья я вам скажу если нету гор так будут катакомбы в конце концов всегда есть где партизанить если найдется такое желание там партизаны были у вас в катакомбах вот пожалуйста по всему всегда когда есть где спрятаться кто-то будет партизанить да даже в мирное время бывает даже дальше да вот мы с тобой об одном и том же подумали так саде а в целом вот калифорния не напоминает вам одессу и область нет но хорошо но фрукты слушайте мое-либо и слева друзья слева у нас кремниевая долина как вот на ладони можно сказать это просто что-то это просто что-то с чем-то это действительно сердце ой-ой-ой-ой-ой ой-ой-ой-ой-ой-ой тут даже нету площадочки, чтобы остановиться и выйти ты понимаешь? обычно бывают такие vista points вот, там, где можно машинку поставить и пофотографировать но вот здесь такого нету тут слева просто невероятно что? невероятно что-то уже все ушло да да, я вижу все ушло уже вообще, друзья, природа, она поскольку создана свыше она прекрасна и даже вот можно сказать, что не все в природе может быть нам нравится вот скажем, колючие ядовитые кусты у нас тут есть, называется poison oak но я хочу сказать, что очень многие люди через это получили положительный опыт и поняли, что надо справлять нужду в туалете, а не, допустим вот на природе где тебе может быть больше нравится вот там, здесь сюда туалет есть вот мы едем, я вас уверяю вот глаза закроешь, там ткнешь пальцем куда-то, пойдешь, там туалет ну я утрирую, может ну в парк, в парк здесь туалет да так что природа прекрасна даже ядовитыми колючками окей и здесь тоже целая пачка гроздья висят гроздья почтовых ящиков на такой горизонтальной перекладине чтобы почтальон не спускался туда вниз вот тут слева жилище такое довольно массивно тут все это понастроено а так вот просто вот на дороге в ящички бросил, не вылезая из машины и пошел все дальше здесь живут люди за нами уже там пристроилась вереница машин они борзеют, мне кажется это их проблема это, София, это, конечно, их проблема но мы при возможности мы их пропустим, если что вы знаете, меня это тоже смущает я не понимаю было написано, что 6 миль да, София, я понимаю я вас понимаю а куда мы вообще едем? давайте разберемся давайте разберемся потому что это и Вистапоинт да, это Вистапоинт но мы-то должны были уже потому что уже у нас ноль да, вот, друзья, вы видите в каких местах мы ездим вот тебе и Вистапоинт мы, друзья, действительно проехали немножко но вовремя вернулись полторы мили нам это стоило значит, сделать обратного хода и вот вы видите это Томас Фограти Вайнери и Вайнярд и тут, да и тут у них эти солнечные батареи там ну, я надеюсь, мы еще поснимаем вот просто мы показываем вам въезд в Вайнери такое ощущение, что мы против движения эта стрелка в нашу сторону стоит а не против ну, наверное, все хорошо так вот она винодельня хотелось бы знать куда нам отсюда тестинг рум опен ну, парковаться тестинг рум опен ну, вануэй ну, вануэй я, допустим, понимаю а куда? вануэй туда, наверное да, ну, наверное пошли вправо должно быть какое-то место, друзья где нас приветят приветят они видят виноградники они немножко видели виноградники значит, написано Private Event Parking у нас есть ивент или мы так просто вайн-тестинг давайте здесь встанем давайте здесь встанем да, мы не будем мы не будем выпендриваться и просто встанем как все так и дальше уже будем отсюда с другой камерой расходиться, так сказать по винодельне спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон»